всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о пуансетии я вам расскажу поделюсь своим секретом ну и может быть не для всех секретом это является в общем как сохранить это красивое растение после покупки сейчас как раз время когда пуансетия продается в магазинах к празднику новому году и рождеству и это красавица конечно же еще имеет название рождественская звезда и из-за того что она начинает раскрывать свои красивые цветные прицветники именно в рождественские праздники в природе эту красавицу можно встретить в центральной Америке и Мексике в природе она достигает четырех метров то есть огромные кустарники и это растение остается вечно зеленым то есть оно не скидывает листья вообще ну а конечно же когда мы приобретаем в магазине пуансетию и как правило она после цветения она погибает а вот чтобы вырастить вот такой кустик я вам дам несколько советов но чуть попозже у меня вообще 3 плансетия 1 просто сейчас в доме это черенки я вырастила сама из моей красной плансетии и это у меня белая плансетия но они же бывают и розовые и вообще выведенные сорта очень прям много она очень красиво когда покрывается именно вот этими цветными прицветниками ну кто следит за моим видео вы конечно же знаете что я свою красотку стригу не щадя ее но я ее стригу весной после того как она отсветет если кому-то интересно как я ее обрезала можете зайти на мой канал и посмотреть и конечно же когда вы ее обрезаете ее можно знаете несколько дней не поливать чтобы она такая просохла и тогда меньше будет выделяться этого белого сока так как сок ядовитый у этих растений у всех тропических и нужно работать перчатками и еще я конечно скажу пуансетия относится к семейству молочай красивейший молочай еще и так величает ну и как же сохранить эту красотку после покупки ну во первых вы купили пуансетию принесли ее домой ей нужно создать такое максимально светлое место поставить и подальше от отопительных приборов она не терпит так это тропическая красавица ей нужно повышенную влажность воздуха и поливать ее по мере пересыхания верхнего слоя почвы так как это молочай она любит полив даже просушить грунта то есть ее можно грунт просушить и потом обильно полить и она опять какое-то время будет пока это просыхать и конечно же это все зависит в какой таре она находится если тара маленькая соответственно это все будет просыхать можно даже и в поддон ее отпаять потому что она же у вас вначале в контейнере да в магазинном они обычно продаются и пересаживать сразу вот прям не нужно прям дать какое-то время чтобы она у вас именно прижилась если вы ее сразу пересадите то она может и закапризничать в общем вывод такой первое это с поливом ее не нужно переувлажнять потому что у нее корни очень нежные и они быстро загниют и из-за этого полностью погибают это первое второе когда она у вас какое-то время уже пожила вы ее пересадили допустим да и она стала например скидывать листья тогда нужно полив совсем сократить то есть горшок должен стоять какое-то время сухой то есть ее потихоньку поливать поливать а ни в коем случае холодной водой нельзя такой теплой водой но я поливаю все растения из-под крома потому что растений много я им буду не отстаивать и в принципе все хорошо удобрение план сети давать только весенний летний период начиная я удобрение начинаю ей давать когда у нее упадет активный рост тогда я начинаю подкармливать удобрением для цветущих растений и конечно же ей нужно делать обрезку вот она когда допустим но вот у меня она не скидывает листья она не скидывает листья просто я каждую весну ей делаю обрезку потому что она вот видите какая вырастает и обрезку нужно делать вот когда она листья начинает скидывать вот прям не бойтесь 15 сантиметров от земляного кома все ветки нужно обрезать даже если не останется ни одного листика ее нужно обрезать в этот период она отдыхает с весной у нее начинается активный рост она начинает наращивать побеги то есть весну-лето то летом она хорошо разрастается вот такая зеленая масса у меня становится пушистая и что еще третье как ее допустим заставить цвести чтобы она не только зеленая была а чтобы она радовала нас зимой своим красивым цветением и это примерно с начала октября ну или в конце сентября вот я так делаю я ее принесла сюда вот поддельное здание бассейн тут у меня нет дополнительного освещения и сейчас у нас день короткий становится то есть это как раз идет сокращение светового дня это считается главным для закладки бутонов купон сети то есть сокращение светового дня если допустим у вас некуда вынести и допустим то вы можете сделать какой-то такой знаете чтобы цвет не проникал какой-то пакет такой вот допустим в пять часов вечера накрыли на утром стали открыли или уносить ее куда-то в другую комнату где вы не включаете свет если вот такого размера то и меньше да ее можно просто длинной коробкой просто накрыть и все и она обязательно зацветет пуансетия любит рассеянный свет то есть прямые солнечные лучи ей не нужны она сразу начинает повянет а мы все подумаем что у нее не хватает воды и вот в это время можно загубить растения просто мы будем поливать а ком еще не просох а она поляла да и кажется что как будто и пить хочется и вот здесь вот тоже ошибка что лучше ее ставить чтобы прямые солнечные лучи не попадали а такой рассеянный свет но она предпочитает светлое место к доме особенно когда она после того как закладка бутонов у нее происходит ее нужно в ноябре в конце ноября декабрь да вот допустим ее нужно наоборот хорошо подсвечивать на нее должно быть максимально попадать свет чтобы она именно выпустила эти цветные листья прицветники еще раз повторю в темное место мы ставим для того чтобы была закладка бутонов а затем через полтора месяца мы ее наоборот в самое светлое место ставим чтобы вот эти листья цветные она распустила ну и конечно если у вас получится сохранить и вырастить такую большую план сеть естественно ее нужно если вы хотите чтобы она такая огромная ее нужно конечно со временем постепенно пересаживать все больше 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 горшочек вот эту план сеть я покупала поверьте вот самый маленький стаканчик продавался такая маленькая была такая совсем и вот я ее вырастила моей план сети уже конечно ну скорее всего более пяти лет это точно и она у меня в принципе нормально не погибает ничего то есть даже если я и обрезку хорошую делаю я могу и не оставлять об щелисти и она все равно растушится за лето такая вот вырастает а если я ее встречи буду весной представляете какая она еще огромная вырастет и грунт я использую вообще обычный универсальный грунт ну немного туда перлита немного делаю чтобы такой рыхлый воздухопроницательный такой знаете более легкий и все и размножается план сеть я в принципе легко ее можно черенки просто срезать но какое-то время чтобы они полежали у нас да вот подсохли потому что пока сок вот этот вот берега если воду поставить то может сгнить черенок просто на сутки его оставить пусть немножко затянется и поставить воду черенки и прекрасно дают корешочки или также можно в тепличке выращивать стаканчики вообще хорошо размножается желаю всем чтобы вам надарили таких красавиц и чтобы вы сумели их сохранить и вырастить увидимся в следующем видео а